Всем большой привет, ребята! С вами Раиль и добро пожаловать в Хижину Музыканта. Сегодня рассмотрим очень-очень проблемную тему, как приобрести свою первую гитару для начинающего гитариста. Таким образом звучит проблема. Ну, к этой же проблеме приписывается, какую гитару выбрать, какого вида, какие вообще виды бывают, какой фирмы гитару выбрать, какие струны приобрести. Очень много вопросов, и об этом сегодня мы с вами поговорим, и я раз и навсегда вам помогу разобраться в этом вопросе. Поэтому, ребята, не выключаемся и досматриваем этот ролик до конца. Если вы досмотрите этот ролик до конца, я гарантирую, что в 70-80% при выборе гитаре вы точно не ошибётесь. Да. Просмотрев всего лишь несколько моих советов, вы сможете действительно более-менее хорошую гитару приобрести и не ошибиться в выборе. Это самое главное. Многие гитаристы ошибаются, потом жалеют, что приобрели не ту гитару, какую хотели бы. Она не звучит, она сломалась, и много проблем. Но, да, самое главное не ошибиться при выборе гитары, особенно своей первой гитарой, потому что вы на ней будете учиться. И я вам сегодня в этом помогу. Если вы досмотрите ролик до конца, я буду вам благодарен, и вы сможете действительно стать асом, скажем так, при выборе гитары. Рассмотрим тему. Поехали! Сначала посмотрим, какие виды гитар вообще существуют. Возьмём четыре основных вида гитар. Это басовые гитары, на которые четыре струны, и на ней играют бум-бум-бум-бум-бум. Ну, басовые партии. Есть электрогитара, да. На ней играет с перегрузом, играет рок, ну, и много-много чего. Вот эти два инструмента, они звучат только при подключке к комбику или любому другому усилителю. То есть, в акустическом варианте, в живом, они не звучат. То есть, поэтому вам ещё одна большая проблема будет. Нужно будет, помимо гитары, ещё покупать комбик, покупать шнур, подставку и медиатор, и всё прочее, чтобы исполнять на этих инструментах вообще музыку. Дальше два других вида гитар. Самые распространённые, я думаю, самые подходящие для вас эти два вида гитар. Это первая, акустическая гитара у меня на руках. В чём отличие? Узкий гриф, железные струны. Вторая гитара, классическая гитара. Она у меня вот за спиной. Сразу заметили, широкий гриф и нейлоновые струны. Лески стоят. Да. Какую же гитару из этих двух выбрать? Сразу говорю, если ты, друг, хочешь научиться играть на электрогитаре, но хочешь начать с классики, типа, ну сначала научусь на классике, потом на электрогитару перейду и всё так далее. Нет, так нельзя. Если хочешь играть рок с перегрузом, если хочешь играть уже всё на электрогитаре, изначально покупай электрогитару и всё, с этим вопросом ко мне не приставай. Никаких переходов здесь не будет. Это ладно, между классикой и акустикой ещё можно перейти и то. Будет различие, потому что там широкий гриф, а там узкий. Ну, не совсем комфортно будет. Вот. Дальше. Какую гитару выбрать? Классическую всё-таки или акустическую? Вопрос довольно несложный. А всё почему? Потому что Раиль сейчас подскажет, как сделать выбор. На классике, ребята, играют в большей степени всякие самостоятельные произведения. То есть классику играть можно, можно джаз, фанк. Ну, короче, диапазон жанров огромнейший на классической гитаре. Ну, помимо того, что с перегрузом нельзя играть. Ну, а рок сам-то можно играть. Можно же играть. Можно просто без перегруза будет. В общем, на классике можно играть многое. Можно играть даже без вокала, можно с вокалом. И что я советую? Покупайте, ребята, классическую гитару. Если у вас нету цели там играть определённую музыку, если хотите вообще стать просто профессиональным гитаристом и играть всё абсолютно на гитаре, вы с нуля никогда гитару не держали. Покупаем классическую гитару и позже поговорим о каких фирмах и прочее. Потому что на классической гитаре широкий гриф, учиться вообще удобно, меньше возможности промахнуться, растяжка идёт сразу. То есть, один раз научившись играть на классической гитаре, вы уже легко будете на акустике, потому что у вас растяжка будет и всё такое. Ладно. Следующий вопрос – это акустическая гитара. Для чего она нужна? На ней в большей степени играет рок тоже. Но также можно петь песни. Из-за того, что железные струны у него и барабан побольше, звучание этого инструмента громче, ярче, звонче и выступать можно даже на улицах. А с классикой чуть-чуть сложнее, если будет шумно. То есть, в компаниях обычно играют на акустических гитарах. Поэтому цель, если такова ваша, чтобы просто поиграть песню под гитару, просто чуть-чуть рок, соляки, по табам поиграть, берите акустическую гитару. А так, между ними особо большое различие есть. Всё равно и на акустике играет всякий фингерстайл произведение. Ладно, с этим разобрались. Например, у меня ещё часто спрашивают, можно ли поставить на классическую гитару железные струны. Ребята, ни в коем случае, ни в коем просто. Сейчас возьму в руки классическую гитару. Для чего она классическая гитара? Она специально создана таким образом, чтобы натяжение не особо сильное было. Ну, то есть, все крепления не рассчитаны на железные струны. Если вы поставите железные струны, то вы в хлам порвёте эту гитару. То есть, вот здесь подставка и нижний порожек может оторваться. Потом в этой части всё полететь может, потому что натяжение железных струн сильнее. А классическая гитара не рассчитана на железные струны, на такое натяжение. Какие гитары бывают, которые выдержат и нейлон, и железные струны? Такие гитары есть, оказывается. Все советские гитары, всякие вон там, цоевские что ли, большинство ваших дедушек, пап, наверняка видели такой инструмент. У него ещё гриф такой, чуть-чуть разбалтанный, можно самому натягивать, ослаблять. Такие советские гитары, на них можно. Они вообще все стойкие. Могут и железные потянуть, могут и классические. Но играть на советской гитаре я, конечно же, вам не советую. Они уже все высохли. Они... Гриф высох, барабан высох, дерево уже старое. На них, наверное, стоят струны, не знаю, 50 лет назад поставленные. Поэтому, если есть уж всё-таки у вас оно под рукой, то подмодернизируйте этот инструмент под себя, и самое главное, поменяйте струны. Следующий момент. Такие же гитары, как для России, которые выдерживают и нейлон, и железные струны, выпускает компания Strunel. Чешская компания, или по-другому она ещё называлась Cremona, если не ошибаюсь. Вот такие вот гитары можете приобрести, если уж собираетесь потом с нейлона на акустик, на железные струны переходить без потерь, то есть на широком грифе или на узком, заранее. Ладно, приступаем к выбору гитары. Если определились с жанром, какую гитару хотите купить, я буду показывать на классической гитаре, что, какие процессы проводить, когда вы придёте в музыкальный магазин. По сути, строение классической акустической гитары одинаково. Не особо большие различия есть. Пришли в магазин, самым первым делом нужно посмотреть на внешний вид гитары. Ну, понравилась гитара, и в ценовом диапазоне тоже, если понравилась. Не берите слишком дорогие гитары, если уже знаете что-нибудь, там, дальше что-то продолжать играть. Ну, если хотите ходить в походы, там, брать с собой гитару, то есть, погодные условия для дешёвых гитар не особо важны, ну, берите не больше 5000 рублей гитару в этом ценовом диапазоне. Если же хотите уже потом что-то нормальное, действительно стоящее, играть, продолжать, берите сразу же хорошую гитару. Ну, хотя бы, начиная от 5000 до 10 и больше. Ну, лучше всего подстраховаться взять за 13, 15, 10 тысяч. Вот там более-менее хорошие гитары. Пришли, взяли понравившуюся гитару. Сначала смотрим внешний вид. На отводы смотрим сначала. То есть, берём, вот эта нижняя дека, смотрим в горизонтальном положении, есть ли на поверхности всякие волны. То есть, если гитара валялась и... Ну, не валялась уж, держалась в нехороших погодных условиях, тут она может поплыть, и тут волнообразные движения пойдут. На задней и верхней части гитары. Вот у меня нет, у меня всё отлично. Если у вас такие волны есть, то не советую брать такую гитару. Вообще не стоит брать такую гитару. Она уже испорченная. Следующий момент. Сразу же смотрим на подставку и нижний порожек. То есть, вот здесь у нас, она же на клей садится, и вот в этой части она должна крепко к верхней деке приклеенной быть. То есть, если уже видите, чуть-чуть есть зазоры, то в скором времени она вообще отвалится. То есть, вот так. Я видел советскую гитару, которую приходилось потом гвоздями забивать, чтобы нижняя подставка держалась. Вообще подставка. Следующий момент смотрим. Самый-самый главный. Чтобы гриф наш был ровным. Для этого берём в руки гитару, как будто бы мы снайперами становимся, и смотрим вот на наш гриф таким вот образом. И мы видим, и видим, насколько прямой наш гриф. Если есть вот волновые также движения, то здесь ровно идёт, потом чуть-чуть впадает, потом поднимается. Всё, ребята, такую гитару не надо брать. Она должна быть ровной, сама по себе. Если чуть-чуть наверху поднята, это не проблема. Или отпущена, тоже не проблема. Но отпущена она не может быть сильно, потому что струны будут очень близко прилегать к грифу. То есть, если чуть-чуть здесь кончик поднят, это нормально, потому что вот здесь анкерная палочка здесь проходит. То есть, с анкерным ключом можно подравнять это всё дело. То есть, крутим направо, мы наоборот затягиваем, то есть, гитара выпрямляется в осанку, то есть, туда откидывается, и струны ближе становятся к грифу. Если мы против часовой крутим, наоборот, гитара сгибается, и расстояние между струнами и ладами становится больше. Да, это самое главное, чтобы гриф был прямой. Вот это моя самая главная ошибка, которую я совершил при покупке. Я тогда ещё не знал, не умел покупать гитару, и приобрёл гитару, которая вообще... Ну, вот здесь есть, конечно, анкерное отверстие, но сколько крути, оно не крутится. То есть, китайцы делают так, что вот отсюда суют эту железягу, а дальше нет. То есть, крутишь без толку. Просто имитация. Поэтому гриф должен быть ровным. Смотрим таким вот образом. Вот таким вот сбоку. И отсюда всё видно, что да как, ровно-неровно. Самый главный момент. Следующий момент – расстояние между струнами и ладами. Говорят, должно быть примерно 2 мм. Если больше, если 3, уже всё, брать не стоит, потому что расстояние большое, сложно будет зажимать. Вы будете очень часто уставать, и плохо это всё будет. Поэтому, ну, если есть анкерный ключ, конечно же, можно попробовать прямо в музыкальном магазине попробовать подровнять гриф, то есть, или попросите консультанта. Пусть он сядет, чуть-чуть поиграет, если хотите. Послушайте звучание. И скажите консультанту, чтобы он подровнял чуть-чуть. Это можно делать. Анкерным ключом покрутить. Если не крутится, значит, это китайский. Вообще, гитара китайская. Если крутится, подровняли, всё отлично. Расстояние уменьшили или прибавили. Если расстояние меньше 2 мм там, и струны не дребезжат, потому что чем меньше расстояние, тем больше шансов, что струны будут ударяться об лады и дребезжать. В таком случае, это плохо, что струны дребезжать. Если не дребезжат, то это хорошо. То есть, чем меньше расстояние, и тогда не дребезжат струны, то это просто идеальный вариант. А чем выше струны от лада, тем хуже. Так не должно быть. В следующих выпусках поговорим о том, как можно решить проблему расстояния струн от грифа. Если анкера нет, то эту проблему можно решать при помощи нижнего и верхнего порожка. То есть, можно поменять, увеличить расстояние. То есть, повыше поднять их. Есть побольше порожки. Вдруг у вас просто порожек нижнемаленький, поэтому струны ударяются о гитару. Следующий момент, конечно же, не должны быть трещины на гитаре. То есть, ни на грифе не должны быть трещины, ни вообще на обечайке вот в этом месте. Вообще цельной должна быть. То есть, всё нормально, не покоцано. Следующий момент проводим вот таким образом. По ребру грифа. Это гриф, кстати. Если чувствуете, что концы вот этих железяк, ладов царапают вас, то это значит недоточены концы и неправильно отрезаны, скажем уж. Но это не кардинально. То есть, да, будут цеплять ваши руки чуть-чуть, но это не больно. Если что, сами можете подпилить. Если только из-за этого не брать гитару, то так делать не стоит. Это можно исправить. Самому чуть-чуть подпилить ножовкой. Следующий момент, конечно же, крепление грифа к корпусу должно быть цельным. Ну, нормально здесь нет трещины. Если есть трещины, то эта часть вылетит и эта. В общем, с этим, думаю, разобрались. Следующий момент. Колки должны хорошо крутиться, то есть, упруго, и не люфтовать, ну, не шататься там очень легко. То есть, не должны откручиваться. Если они легко откручиваются, ну, вообще легко крутятся, то в таком случае гитара сама будет расстраиваться очень часто. Это плохо. Но если что, можно затянуть вот здесь. Дальше, когда будете покупать, посмотрите, из какого дерева сделана гитара. Самые дешёвые гитары, это, конечно же, из пластика сделаны. Ну, такая гитара, это всё, сторонку, не будем о нём вообще говорить. Дальше, следующие, и в ценовом варианте хорошие гитары, это из дерева, конечно же, сделаны. Самый дешёвый вариант из дерева – это тополь. То есть, для всех начинающих гитаристов подойдёт. И он и климатические условия хорошо выдерживает, и всё остальное. Тополь нормальный. Нормальное дерево для начинающих гитаристов. И не особо дорого. Также, альха есть. Берём, если из этой гитары сделан. Звучание хорошее, нормальное. И низы, и верха нормально звучат. Дальше уже чуть-чуть подороже пойдёт дерево. Ель, если не ошибаюсь, у меня как раз-таки ибанес. 15 ец из ели сделано. У ели ровное, гармоничное звучание всех оттенков. И низов, и верхов. Дальше ещё дороже чуть-чуть будут инструменты из клёна и ясеня. Звучание острое, яркое. Поэтому чуть дороже будет. И последний вариант. Из красного дерева, если будет у вас гитара, то звучание этого инструмента будет таким глуховатым. И с более такими басовыми оттенками. То есть, для хардкорщиков, рокеров подойдёт гитара из дерева, красное дерево. Вот такие вот советы по выбору гитары. Следующий момент, конечно же, после осмотра внешнего вида, взяли гитару. Нужно пощупать, удобно ли вам сидеть. Потому что есть несколько видов размера гитар. 4, дробь 4, самый большой размер. То есть, стандартный для всех взрослых мужчин размер гитары. И дальше есть там 3 четверти размер гитары. Чуть меньше для молодёжи, для у кого пальцы короткие, рука короткая. Дальше там 2 четверти, конечно же, для подростков. И 1 четверть размер гитары для малышей 6-7 лет. Но я сейчас так на глаз не могу сказать. У меня, скорее всего, 3 четверти размер этой гитары. Поэтому при выборе обязательно взяли. Если удобно, рука достаёт до розетки, постановки. Всё отлично. Инструмент ваш. Дальше следующее дело, это нужно проверить звучание. Пройтись по всем ладам при помощи упражнения «Змейка». Если не смотрели мои уроки, можете посмотреть при освоении гитары. Проходимся. Если всё звучит гладко, ничего не дребезжит, такого звучания нет, все лады проверьте обязательно. Дальше тоже проверяйте. То это хорошо. Бывает, гитары звучат хорошо в начальной части, а потом здесь вообще звучание не меняется. Лады меняют, звучание не меняется. Такие гитары вообще просто брак, их надо так брать. Так, и, ну, сами знаете, что там дальше будет. Следующий момент, если даже играть не умеете, просто поперебирайте струны. Если звучит хорошо, то я этому буду рад. Если всё-таки у вас есть знакомый, который разбирается в гитаре, возьмите его с собой. Если нет, то у продавца-консультанта заставьте настроить струны, чтобы, ну, гитара настроила, послушайте звучание. Если нормально строят, то есть не режет ухо, то это тоже хорошо, но это уже сложнее определить начинающему гитаристу. Ну, в общем-то, вот основные правила таковы. Ребята, следующий момент, какой фирмы гитару брать? Если вы выполните мои все вот эти указания, которые я только что дал, то фирма вообще не важна будет. То есть бренд, это всё дополнительные траты денег. А на самом деле, если нашли гитару, которая по всем критериям хороша, берите, зачем выбирать фирму. Ну, если вы начинающий гитарист, советую учиться на Yamaha фирмы или на хотя бы на Honor, на худой конец, для учёбы. Самые дешёвые варианты, чтобы не париться. Но если хотите продолжать, всё-таки это не лучший гитар, на самом деле. Из акустики я сам играю на Ibanez, на Fender. Ну, советую Мартина брать. От 25 тысяч вроде бы начинается цена самых дешёвых. Мартин, это просто боги акустической гитары. Мартин, компания Мартин, ребята, если есть деньги, берите его. Вообще вот советую на 100%. Вот три эти фирмы, которые я вам сказал, я советую. Я их испытал, нормальные, хорошо звучат, приятно играть. Из классики, что-то подороже не скажу, там много испанских гитар. Поэтому по этому поводу уже сами ищите в интернете. Ну, я вас благодарю за просмотр, ребята. С вами был Раиль. Не забывайте подписываться на мой музыкальный блог, чтобы быть в курсе всех новых событий, в курсе всех новых разборов, научиться играть. Все новые песни, все клубные песни. Если понравился ролик, конечно же, поддержите меня. Там есть кнопочка. Вот такая. Ставьте комменты, какую тему я ещё должен возобрать для вас, чтобы вы хорошо разбирались в гитарах. Также внизу в описании под видео оставлю ссылочку на мой курс гитарный. Если вы начинающий гитарист, хотите научиться играть на гитаре с нуля, я вас примерно за 7 дней научу играть на гитаре. Но это зависит от вашей целеустремлённости. Также оставлю ссылочку на мой сайт arslanmusic.ru, где вы можете посмотреть цены на консультацию в скайпе. То есть я провожу индивидуальные уроки по скайпу. Если есть желание, есть проблемы на гитаре, почему бы нет? Помогу. Так что давайте. До скорых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова